Добрый вечер! Команд. Подача. И удар по воротам 1-0! 1-0! К Елине открывает счет уже на второй минуте этого матча. Прекрасное начало игры для Ювентуса. Подача от углового флага. Знают все, но не сумел. И он вонзил буквально мяч в ворота Лацо. Туринская вложа с удовольствием наблюдает за тем, как начинается очень хорошо для Ювентуса этот матч. Ну, молодчик. К Елине, конечно, положил руку на плечо. Катся и попихаться. Короче говоря, К Елине красавчик. Конечно, продавил сейчас очень здорово. Играть в воротах будет тот голкипер, который будет лучше Нерри. Абсолютно нет никаких авторитетов. И более того, 18-й Куаль Ярелло нападение. Дель Нерри главный тренер. Олимпийский стадион Турина свистит, потому что Красич упал. А свисток, видимо, не последовал. То есть за судью свистит весь стадион. И сейчас, поскольку, видимо, Телья Венту посчитал, что не было Андре Диас сегодня в распоряжении главного тренера. За исключением, пожалуй, что Раду. Игру а-ля Сандори. Вот так, пять в линию и четыре перед ними. Приношу свои извинения. В прошлой трансляции допустил ошибку. Лацио, наоборот, меньше играет в ничью. Чаще проигрывает, но и выигрывает чуть-чуть почаще. То игра будет в дальнейшем. Путы сыграть в тот футбол, входящий для его команды. Броки с мячом. Лацио пытается добраться до чужих ворот. Маурия с лету пытается пробить киевиньем и не позволяет. Один очень поздно карьеру закончил. До 37 лет играл Дельнери. А Фрюли, Венеция, Джулия. И буквально вот в соседних маленьких городках выросли. В году у Ювентуса против Кьеву. Ничего не решающий товарищеский матч против Кьеву. Говорит о том, что этот матч имеет важное значение с точки зрения борьбы за Скудетта. Нет. Но вот с точки зрения перспектив туринской и римской команд во второй части чемпионата очень важный матч. Штрафной зарабатывает Кьевини. Настоящим лидером чувствует себя Кьевини и ведет себя как лидер. Два капитана сейчас. А что он знает, почему Антолий на решение принимает. Что у футболистов особого пожелания сразу эти спорить не возникало. Олег Штайнер сейчас упал. Торио Венто не дает фолл в пользу Лацио. Но Ювентус пытается перестать. Был ничейный результат. Не сумел. Более опытный тренер. Тут уже один гол пришел. Подача Флокарий. Трое сразу. Не Флокарий, а... И контратака в Лацио. Броки. Передача на Флокарий. Мяч через Кьевини не прошел. Ире что-то... 25 минут почти сыграно. Я думаю, уже можно... Центральное... Итальянское футбольное здание в онлайне допускает какие-то ошибки. Состав. Мотов в запасе остался. Но, видимо, может быть... Тот, кто ведет этот онлайн... Одна из самых нерезультативных команд. Первый. Ну, по крайней мере, четверки, уж тут точно. Хуже обстоят у Ассов. Так, у Андре Диоса. А так, вообще, очень уверенно играет позиционно. Наладить свою игровую атаку. И тоже здесь такая же игра. Длинный пас в сторону Флокария. Могучий выпрыгивает Кьевини. Играя здесь опасно и страшно. Пас в сторону Флокария. Играя здесь. Четвером атакуют пас на Лейхштайнера Келлини. Накрывал его по подачам. Келлини. Очень опасно. Варьяр Элла 18. И удар поворотом 100 рарри выше ворот. Муслеров. Пока Ювентус еще один мимо ворот. Да. Располагающихся. Флокари. Не совсем ловко подработал мяч. Флокари, поскольку не вышла бы изграя, играя из-под контроля. Стадион подогревает на судейские решения. 54-я минута. Ничего не изменилось. После перерыва по-прежнему Ювентус больше контролирует мяч и больше времени проводит на чужой половине поля. Лацо ищет. По 21-м номерам вышел Диаките. Защитника. И вынужденная замена у Лацо. Требовать не будет. Считаю, что команда хорошо укомплектована и его все устраивает. Атакующего плана, но, мне кажется, до Дельфьеру стойте им очень и очень далеко. Маури на 40 в пользу. Их хозяев поля. Осторожничать стали обе команды. Скорости и так были невысокие. Бонучик, Еллини. Еллини. У Динеза, так что вполне можно рассчитывать на три очка. Тайнеру. Лишь Тайнера есть свободная зона. В центре штрафной площади Дамматио. Еллини. Еллини. Как вела Ним. Лацо. И диагональка почти дошла до Сарата. Это был шанс на очень хороший контракт. Насколько неважно себя почувствовал Диас. Надо было успокоить молодого человека. И Рея напрасно толкается с Дельфьеру. Но надо успокоиться. Сейчас не про Фрея. Надо ему вкатать предупреждение. И Диаса тоже предупреждение. Рея понял, что тренер Лацо... Вполне возможно вариант. Как не сказывается, согласитесь. Получит команда, сумевшая в таком матче одержать победу. Лея Квинтон был не готов к этой передаче. Диаките здорово сыграл. И сам поточил мяч. Еллини наступил на этот мяч. Но нужно сейчас продолжать атаку Диаките. Не повезло сейчас Лацо, что никто-то с отобрал. Ну и Лацо в атаке. Маори, Флакари, наконец, получает мяч. В штрафной площади давненько. Это с ним не проследует футболистам размахивать руками. Удар в лицо получает Лех Штайнер. День у матча. Сегодня вот на 20 минут. В прошлом туре поменьше.